Теста этого устройства от Xiaomi я ждал очень долго по нескольким причинам. Во-первых, мне понравился Mi Mix 3, но и не готов был мириться со слайдером. Во-вторых, это флагман китайской компании. Ну и в-третьих, это, конечно же, цена. 490-540 долларов в зависимости от комплектации в Поднебесной и около 620-670 долларов в белорусских реалиях это со всякими рассрочками и гарантийными обязательствами. А если поискать без кредитов, которые почему-то называются рассрочками, то, думаю, баксов на 40 можно будет найти дешевле на белом рынке. Разумеется, глобальную версию. Что ж, успел я протестировать это устройство в качестве основного и готов поделиться своими впечатлениями. И тут вы должны понимать, что не может устройство из высшей лиги стоить в два раза дешевле, приблизительно, скажем так, до двух раз, чем его оппоненты. То есть, есть какие-то компромиссные решения. Вот на них и заострим наше внимание. Итак, у нас на обзоре версия с 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами пользовательской памяти. И экономить не стоит версия на 64 гигабайта в недалеком будущем может принести вам неприятную боль и страдания. Просто потому что в слоте для двух сим-карт, к сожалению, не нашлось места для флешки. И это странно выпускать в 2019 году флагман с таким маленьким объемом накопителя. Особенно, когда банально есть возможность записывать видео в 4К с 60 кадрами в секунду. Та же Apple, ввиду исторической борьбы с пиратством, никогда не предоставляла возможность интегрировать флешки. С другой стороны, за оверпрайс можно приобрести устройство с большим объемом памяти до 512 гигабайт включительно. Вот такие объемы уже, скорее всего, покроют нужды каждого. Смартфон стал устройством хранения личной информации для многих. Ведь это удобно, девайс всегда с тобой. У меня, к примеру, занято 170 гигабайт. И это при условии, что я скидываю со смартфона видео с 4К в 30 и 60 фпс. И удаляю их. А там бешеный битрейт. 400 мегабайт за минуту видео это очень много. Кстати, сам накопитель достаточно шустрый. Узким местом стала рандомная запись информации. А это очень важный показатель. На паузе можете посмотреть сравнение с накопителем в Huawei P30 Pro. Следующее, о чем я хотел поговорить, то что меня реально волнует. Это производительность. С этим на бумаге здесь все в полном порядке. Topo 855 Snapdragon, пожалуй, лучшая система на кристалле для Android. Которую может предложить рынок. Результаты синтетики с троекратным прогоном, что в Geekbench 4, что в Antutu я прикрепил. Смартфон демонстрирует более чем достойные показатели с хорошим зазором на будущее. А сейчас настали времена, когда смартфон можно не менять годами. И посмотрите на этот шикарный график. Процессор практически не троттлит. А если и сбрасывает частоты, то совсем на непродолжительное время и на небольшое значение. Кстати, что удивило. Нагрев устройства очень равномерный. Реально нет ярко выраженных областей. Тепло поглощается почти всей поверхностью корпуса и хорошо рассеивается. Температура нагрева приличная. И это без чехла. По работе в приложениях никаких проблем нет. Да и не существует пока такого игрового проекта, который бы заставил 855 Snapdragon захлебнуться. По крайней мере на смартфоне. Но игры это лишь малая часть того, что задействует рядовые пользователи. А основу составляет сам непосредственный серфинг по операционной системе, а также работа в приложениях. И к ней у меня есть вопросы. На момент снятия видео на глобальном аппарате с MIUI 10.2 есть микрофризы и подлагивания. Операционка работает шустро, приложения запускаются быстро, но действия связаны со сворачиванием, режимом многозадачности, переключением между приложениями, запуском двух приложений одновременно, переходом и прокручиванием экрана с виджетами не всегда, но часто сопровождаются микроподлагиваниями, которые заметит любой пользователь iPhone и это дико бесит. То есть работу анимации надо оптимизировать. Однозначно могу сказать, что я придираюсь, но лично я считаю, что иметь топовое железо и не идеальную работу операционной системы это кощувство и расточительство имеющихся ресурсов. Так что жду нового апдейта с оптимизацией работы системы от Xiaomi или иначе в противном случае это еще один пункт, на котором сэкономила компания. Ну а теперь переходим к тому, с чего обычно начинаются обзоры. Дизайн конкретно этого устройства от Xiaomi это сборная сорянка всего того, что можно увидеть на рынке. С одной стороны в целом в этом нет ничего плохого, с другой стороны никаких уникальных элементов дизайна в Xiaomi не изобрели. Если вот так закрыть логотипы брендов, не совсем даже понятно ху из ху. Вообще когда я впервые взял в руку Mi 9, я вспомнил недавно тестируемый Huawei Mate 20. Обзор кстати на канале. Форма корпуса очень схожая, с плавным уменьшением толщины по краям. Держать удобно, он поуже 10S Max, но и стеклянному собирающему отпечатки корпусу очень легко выскользнуть из рук. Будьте аккуратны. А еще будьте аккуратны с водой. До сих пор флагманская линейка смартфонов Mi не получила внятную степень влагозащиты. Ни вам подводные съемки, ни второго дня рождения после незапланированного купания под водой. Ну и качелька тут конечно адовая. Блок камеры выпирает существенно. Плюс края корпуса закруглены. Комплектный чехол сделанный из... Хм... За доллар чуточку спасает ситуацию. Если честно я этого искренне не понимаю. Xiaomi позиционирует свой продукт как флагманский и до сих пор кладет в комплект наи... Ужаснейший чехол за доллар, который из коробки уже кривой. Экономят на чем только могут. Вот так вот покрупиться и получилось практически в два раза дешевле. У того же P30 он хотя бы с жесткими рамками и фаской под камеру. До сих пор держится. Даже после огромного количества снятий и надеваний. И наушники с Mi 9 в комплекте не положили. Только переходник. Э. Экономия. Имеющийся цвет мне кажется экстра привлекательным до тех пор пока не споймаете световой блик. Получается красивая радуга. Расположение кнопок стандартное. Полезная программируемая клавиша голосового ассистента на месте. Снизу Type-C и приятная симметрия между отверстиями микрофона и динамика. На верхнем торце даже нашлось место и к порту для управления бытовой техникой. 3.5 мм аудиоразъем для этого смартфона в прошлом. Качество сборки корпуса на высоте. Никаких претензий нет. Стеклянная пятогорелка аккуратно стекается в алюминиевую рамку. Микроцарапины есть. Особенно на лицевой панели. На тыльной части еще пока не успел насобирать. И устройство довольно скользкое. И как и все стеклянные в принципе смартфоны отлично собирает отпечатки пальцев. Так что пользуйтесь защитой. Ну только не штатной. Ей можно воспользоваться только для того, чтобы дойти до магазина, где можно купить качественный чехол. Ну или просто будьте аккуратны, если вы не являетесь сторонником контрацепции. Хочу выразить благодарность инженерам Xiaomi, которые пока еще не продвигают изогнутые дисплеи в массы. Меня они откровенно бесят. Инверсия цветов на сгибе, перспективные искажения, большая вероятность разбития устройства при падении, отсутствие софтверной, а точнее функциональной обоснованности и изредка ложное срабатывание. Все это жертвы эстетической красоты и дизайна. На матрице задерживаться не буду. Это качественный в плане цветопередачи, контрастности, яркости и автояркости и прочих показателей самсунговский AMOLED вариант. Единственное, что при близком рассмотрении видно сетку пикселей, но шрифты аккуратные и нету рванины. Рамки вокруг дисплея есть. По бокам поменьше, сверху побольше, снизу небольшой подбородок, присущий многим Android флагманам. Все в пределах эстетики, за исключением одного маленького нюанса, о котором будут знать только владельцы Mi 9. Это капелька под фронтальную камеру. Она красивая, плавная, аккуратная и программно доработанная. На самом деле при выключенном дисплее видно, что капля такая же, как в том же P30. А сам плавный приятный контур был сделан программным отключением пикселей. Немного странно с точки зрения реализации решения, но по-видимому это дешевле, чем заказывать аналогичный физический вариант с подобной формой. И еще немного наболевшим. О звуке. Для меня очень важна громкость, качество и объем звука, потому что зачастую я смотрю видеоролики с ютуба, не используя гарнитуры. У меня есть маленький ребенок, и его необходимо слушать и слышать. Так вот, основной динамик просто громкий, необъемный и хуже в качестве звучания, чем iPhone XS Max. А такой большой разговорный динамик вообще никоим образом не дополняет основной стереоэффектом. Со своей разговорной функцией он справляется на отлично, но вот то, что не задействуется в стерео, это жирный минус. По крайней мере для меня. Немного о безопасности. Тут классика распознавания по лицу, а также подэкранный сканер отпечатка пальцев. Распознавание по лицу, кстати, очень даже неплохое. Работает быстро, распознает даже в прозрачных очках. Солнцезащитных нет. И второй снимок в очках добавить нельзя. Чем хуже освещение, тем меньше вероятность того, что эта штука вас распознает. А в темноте это практически никогда не работает. И, кстати, интересный нюанс. При настройке функции распознавания по лицу она вас предупреждает о том, что этот способ быстрый, но ненадежный, потому что возможно распознавание по фотографии. Мне лично обмануть систему не удалось. Ни по фото, ни по видео. Похвально. Подэкранный сканер довольно шустрый. Но вот в повседневной эксплуатации частенько приходится прикладывать палец повторно. То ли площадь сканера небольшая, то ли это происходит из-за разной степени нажима, то ли просто необходимо палец удерживать подольше, то ли руки кривые. Так что самый идеальный вариант включить обе функции. И если распознавание по лицу не пройдет, то палец точно придет на помощь. По крайней мере со второй попытки точно. Ну и лично мое фи. Ну не нравится мне вырви глаз салатовая подсветка. Бирюзовая в Huawei или Samsung поприятнее. Переходим к камере. Сравнивать будем с iPhone XS Max и Huawei P30 Pro. Фотографировал на штатное приложение в авторежиме. Дневная съемка хороша у всех, за исключением у ввода баланса белого в красный у P30 Pro. При контровом освещении Mi 9 в отличие от оппонентов не очень четко прорисовал иголочки в елочке. А на самолетике у Mi 9 не хватает резкости и больше всех шумов. Более светлое и четкое получилось фото у P30. В XS Max все чуточку темнее. Макрорежим. У iPhone XS Max и Mi 9 результат схож, если смотреть по центру фото. Но вот Xiaomi пускает в блюр края и искажает их, что мне очень не понравилось. P30 Pro со своим макрорежимом и минимальным фокусным расстоянием в 2,5 см, конечно, всех унижает. Дальше широкий угол. iPhone XS Max не имеет третьей камеры. У Mi 9 есть, угол хороший, но опять размываются края. Картинка получается четкой только в центре. Так что мне снимки с P30 понравились больше. При двукратном зуме качество телемодулей у Xiaomi Mi 9 и iPhone XS Max идентичное. Про Huawei P30 Pro говорить ничего не буду, потому что эта штука не только унижает другие смартфоны со своей перископической системой линз, но и зрение человека. На панорамных снимках все идеально сделать не получилось ни у кого. Лучше всего справился iPhone XS Max, но были небольшие темные участки на небе и пару перспективных косяков. В P30 не хватает резкости, а у Xiaomi завалена экспозиция по свету и что самое печальное, видны вертикальные заблюренные линии. Это места с клеек изображений. Портрет на основную камеру при хорошем освещении хуже всего сделал P30. Деталей мало, не хватает контраста, картинка плоская. У XS Max и Mi 9 результат отличный. Контур между передним и задним планом лучше прорисовывает в Mi 9, а вот сам блюр качественнее у iPhone. Баке на контровом освещении в P30 завалено напрочь. С контуром разделения заднего плана и лица лучше опять справился Mi 9, но вот сам алгоритм HDR зарешал у iPhone. Картинка получилась с большим количеством деталей и сочнее. В предметной съемке с эффектом баке с контуром разделения переднего и заднего плана откровенно лажает iPhone. У Mi 9 и P30 он одинаково четкий. Степень размытия лучше у Mi 9. Переходим к фронтальной камере. При прямом освещении лучше всего справился iPhone, потом Mi 9 и хуже всех P30 Pro. Но в Mi 9 видны грубые цифровые алгоритмы улучшения, которые выкручивают контраст, но теряют цвета. При контровом освещении Mi 9 хуже всех. Небо без деталей, все неприятно, контрастное и темное. Лучше всего фотографируют iPhone. Я вообще в шоке. Всегда думал, что в iPhone фронталка не очень. Портрет на фронтальную камеру на Mi 9 лучше не делать. Алгоритм отделения фона от объекта фокусировки очень слаб. И граница получается либо с искажением, либо боки не доходят до края объекта. В контровом освещении у Mi 9 такие же проблемы, как и не в режиме портрет. В общем, фронтальная камера у Xiaomi слабовата. Любители селфи будут расстроены. Переходим к самому сложному упражнению. Ночной съемке. Тут Mi 9 сливает обоим конкурентам. Главная проблема отсутствие деталей. Снимки напоминают кашу. Лучше всего фотографируют P30. Изображения очень четкие и светлые. Единственное, Huawei нередко ловишь на перешарпленности. А это работа ночного режима при фотографировании очень слабо освещенного объекта. Mi 9 опять выдает кашу. iPhone лучше, но не намного. Вот P30 однозначно выдал очень крутой и детализированный снимок. С нюансами, конечно. Но это же не зеркалка. При контровом освещении картинка не меняется. Mi 9 выдает очень слабый снимок. Между P30 и 10S Max разница небольшая. Но я бы выбрал снимок Huawei. Фон получился почетче и с меньшим количеством шумов. Близко расположенные объекты у 10S Max и Mi 9 получаются одинаково сносными. С фоном, конечно, печалька. У P30 сами все видите. А вот фронталка в ночи что без боке, что в режиме портрет хуже всего отработала у P30. У Mi 9 и 10S Max плюс-минус одинаковый результат. Фронталками ночью лучше вообще не пользоваться. Что делать с такими снимками для меня остается загадкой. Вердикт. Основная камера и телеобъектив в Mi 9 в дневной съемке достойная. Ширик хуже, но это лучше, чем вообще, когда его нет. Фронтальная камера днем не очень. Ночная снимка с художественной точки зрения не годится вообще. Дневная видеосъемка в Mi 9 очень сильно понравилась. Снимал все в 4К 30 кадров. Стабилизация, скорость автофокуса и детализация изображений очень хорошие. И на уровне 10S Max, который я считаю эталоном. Мне понравился программный механизм вытяжки цветов и сильного увеличения контраста. Та же трава получается неестественно зеленой. P30 разочаровал и по балансу белого, все красное и по стабилизации. У фронталки на Mi 9 напрочь отсутствует HDR механизм, поэтому при контровом свете готовьтесь видеть дыры. С цветами все в полном порядке. Детали есть, но не хватает стабилизации видео. Не поленился проверить слоумо? Он тут есть, но в основном для галочки. За 10 секунд очень сложно заснять нормальное замедление. Плюс качество детализации, плюс качество движущегося объекта и контура вокруг него оставляют желать лучшего. Слоумо в Huawei P30 отвратительное, уж лучше Mi 9. В особенности механизм захвата объекта и ограничения по времени. iPhone XS Max справляется с этим упражнением просто потрясающе. Такие кадры можно спокойно использовать в художественных целях. Механизм съемки прост и понятен. Никаких ограничений нет. А это тест качества звука на Xiaomi Mi 9, iPhone XS Max и Huawei P30 Pro при очень сильно ветреной погоде. А это тест качества записи звука на Xiaomi Mi 9, iPhone XS Max и Huawei P30 Pro. В ночной съемке однозначно лидирует iPhone, а вот между Mi 9 и P30 я выбрать не могу. И там и там есть серьезные проблемы. Нет, я не хочу сказать, что в XS Max все отлично. Там прогнозируемо невысокое качество с постоянным результатом. В P30 и Mi 9 все зависит от того, что вы делаете. И в разных ситуациях вылазят разные косяки, являющиеся техническим браком. Так что в ночной съемке лучше вообще со смартфонами не связываться. А вот алгоритмы фронталки в Mi 9 в ночных условиях мне очень понравились. И светов побольше, и шумов поменьше. P30 Pro со своим перспективным искажением при резких поворотах, конечно, расстраивает. Выводы по видео. В Mi 9 неплохая дневная съемка на основную камеру. А это по сути основной режим для многих. И неплохая с фронталки ночью. Остальное не очень. К сожалению, в Mi 9 установлен не очень емкий аккумулятор на 3300 мАч. Это один полноценный день. То есть, около 7 часов работы экрана. Результат не очень впечатляющий для Android флагманов. Среди которых аккумулятор на 4 или даже 4200 мАч уже не редкость. А это 2 дня полноценной работы. Что ж, больше всего мне это устройство напоминает по автономности iPhone XR, который также работал один полноценный день и еще чуточку оставалось на следующий. Но все равно приходилось ночью дозаряжать. Смартфон поддерживает зарядку Quick Charge 4.0 с мощностью адаптера до 27 Вт. В комплекте идет 18-ваттный адаптер, который за полчаса отдает 59% заряда, а на полную зарядку уходит 1 час и 10 минут. Достойно. Беспроводная зарядка тоже поддерживается. Кстати, статусный индикатор уведомлений есть. А вот заряжать по реверсивной технологии от P30 Pro Mi 9 не захотел. Видимо, не дружат ребята. Получается, по аккумулятору у нас середнячок, но запасов все-таки не хватает. Двухдневный режим эксплуатации это зачастую не про этот смартфон, а вот один полноценный день, пожалуйста. Ну и разумеется, никакой новомодной реверсивной зарядки нет. Тут бы себя сначала прокормить. Как видите, магии не существует. Невозможно существенно снизить стоимость устройства и при этом сохранить все те самые фишки и функции, а также технологии, которые присущи премиальному сегменту. А все познается в мелочах. Так что если вы равнодушно отнеслись ко всем тем выявленным мной недостаткам, то можете свободно брать Mi 9 и он вас порадует. И что самое главное, по адекватной цене. Но если вы не готовы идти на компромисс, у вас есть лишние деньги, то стоит поискать что-нибудь другое. А на этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. Обязательно оставляйте свое мнение по поводу этого смартфона и этого видеоролика в комментариях к этому видео. Будет интересно посчитать. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.